Мировое сообщество на атаку террористов в Париже отреагировало весьма жестко, судив теракты и выразив поддержку Франции. Вашингтон предложил всю необходимую помощь в поиске организаторов теракта. О реакции США и мировой реакции в целом на теракты в Париже в материале Евгения Маслова. Удив представительств Франции в США сегодня дежурят полицейские патрули. Террористические атаки в Париже в Америке восприняли как удар не только по Франции, но по цивилизованному миру в целом. Официальное заявление Госдепартамента, его глава, озвучил на английском и французском языках. Я хотел бы обратиться напрямую к народу Франции. Каждый американец сегодня стоит рядом с вами плечом к плечу. Не только в знак протеста против этого террора, но и чтобы выразить солидарность в борьбе с экстремизмом, защищая то, чего экстремисты боятся больше всего — свободу. По поводу терактов в Париже сегодня высказывались и в Белом доме, и на Капитане. В Капитанском холме американский президент, выразив соболезнования семьям погибших, пообещал Франции всяческую поддержку в поиске организаторов терактов. Я уверен, что власти Франции сделают все возможное, чтобы осуществить правосудие над преступниками. Эта трагедия призвана разобщать людей, но мы не должны попасться в эту ловушку. Генеральный секретарь Омпан Димун сегодня от лица Организации Объединенных Наций осудил действия террористов. Москва выразила Франции свою поддержку. Одними из первых о солидарности с Парижем заявили в Берлине и в Лондоне. Также выразив соболезнования родственникам погибших Ангела Меркель и Дэвид Кэмерон, сделали совместное заявление британской столицы. То, что произошло сегодня в Париже, это варварская атака на наш стиль жизни и на все те ценности, которые мы в Европе разделяем и которых придерживаемся. Мы и впредь будем оставаться верны принципам свободы и демократии. На фоне событий во Франции, в самих Соединенных Штатах, актуальным снова стал вопрос о том, что будет дальше в отношениях между Востоком и Западом. Стоит ли ожидать глобальную войну цивилизации? Профессор международных отношений Колумбийского университета Роберт Джервис считает, что Запад намеренно провоцирует на эту войну. Я не исключаю, что одна из целей этих террористов — это спровоцировать ответные действия Запада. Вооруженный конфликт на глобальном уровне. И есть значительные доказательства тому, что этого в частности добивался Бин Ладен, когда он устроил атаки 11 сентября. Не столько нанести вред США, сколько вынудит США ответить на это неадекватно, и сплотить мусульманский мир против Запада. На это не надо поддаваться. После событий в Париже в Нью-Йорке планируют акции в поддержку Франции. Усильные меры безопасности у французских депредставительств США будут поддерживаться до конца недели. Осуждая теракты в Париже, в Америке особый акцент делают на то, что это неслыханная атака на свободу слова и прессу в новейшей истории. Евгений Маслов, Александр Бабаев, телекомпания «РТВАЙ», Нью-Йорк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова